она не нужна народу то мало ну что, вы считаетесь считаетесь какой том-то? первый, второй нефесянам, послание ефесянам что там? какая его? смотрим, какая четко читает заходим читать будем Слово Божие продолжим питать душу свою Словом Божиим заходим все всю неделю, чтоб напитались 2 глава 14 2 стих царю небесный утешителю души истинный и живи везде сыт и вся исполняя сокровище благих и жизни подателю приди все лисявны и очистены от всяких скверны и спаси благослови души наши отец наш небесный болен тебя именем Господа нашего Иисуса Христа пребудь с нами благослови наше собрание не дай нам уклоняться не влево не вправо но следуй по твоим окравленным стопам научи нас быть достойными истинного звания христианина тебе слава слава им отцу и сыну и святому духу ныне всегда и во веки веков аминь Ефесянам 2 глава 14 стих ибо он есть мир наш соделавший из обоих одно и разрушивший состоявшую посреди преграду ибо прежде ибо прежде в человечине слово было великое вражда между обрезанием и необрезанием а теперь мы примирились став единой верой ибо теперь мы называемся называемся уже необрезанием и необрезанием но одно имеем знамение веру представь себе два человека один раб другой усыновленный тот и другой нанесли оскорбление одному и тому же лицу один сделав поступок достойный лишения сыновства другой убежав потом оба они сделаны наследниками и приближенными и вот они удостоились одинаковой чести и два стали едино точно так же язычники и израильтяне оказались преступниками те как рабы а израильтяне как сыны и так что же неужели важно дело иметь общение с израильтянами ты возвел нас на небеса и вот теперь указываешь на это как на нечто важное да говорит то должно воспринимать верой а это самыми делами впрочем не то говорит что привел нас к достоинству израильтян а то что и нас и их возвел в лучшее состояние однако благодеяние к нам выше потому что тем обещал а нам не обещал и мы были вдали как как указывает выше приведенный пример объясняет в чем состоял преграда и говорит во вражде к Богу язычников иуде во вражде которая происходила от наших преступлений как и пророк говорит беззакония наши произвели разделение между вами и Богом и так эту преграду вражду он разрушил своей плотью каким образом положив по плоти конец вражде ибо как ибо так как он соединил плоть с божеством ясно что совершил примирение ибо два из сестра соединились и сочлись между собой а с другой стороны он разрушил вражду и тем что явился безгрешным и исполнил весь закон ибо закон был оградой то есть дан для безопасности чтобы ограждать а безопасности а при нарушении он создает преграду грех через который мы не в безопасности остаемся а удаляемся от Бога и и и и 2 глава 15-й стих упразднив прожду плочи своей а закон заповеди учению дабы из двух создать в себе одного одного нового человека устроя мир дабы кто не сказал что же если что же если мы освободились от прежнего нарушения закона опять вынуждены соблюдать его он говорит что и его упразднил ибо дав нам закон для для утверждения нас вместо того чтобы наказать нас когда мы его не соблюли он совсем отменил закон подобно тому как если бы кто поручив ребенка воспитателю когда он не повиновался я взял его от воспитателя законом же заповеди называют его потому что он был устроить устретелем жизненного порядка а веру называют учением потому что она устанавливает через учение или догматы поэтому апостол как бы так сказал вместо жизни он ввел веру ибо получили мы оправдание не вследствие заповеди определяющих дело то или другое но если веруешь сердцем и исповедуешь устами спасешься или же называют учением запретитель запретительные заповеди господни именно я говорю вам не клинись вовсе и или не гневайся и тому подобное не делал не сделал и не сделал элина иудеем он обоих возвел лучшее состояние и не сказал переменить но создать дабы сильные сильнее выразить свою мысль и то что затем от естественных дел нам отступать не должно себе же сказано или вместо через себя самого потому что не потому что не другой потому что не другой кто-нибудь сделал это но сам как бы раз расплавив иудея язычника создал одного нового и дивного человека или это значит что он сам первый представил образец и пример сам явился наперед тем чем соделал тех эльнов иудеев и что это и что стал посредине между обоими держа с одной стороны элина с другой иудея смешав их и удалив все враждебное сверхъестественно воссоздал посредством огня и воды и так в человеческой природе которую он принял в природе общий язычнику и иудею принятой ради обоих в ней то освобожденный от всех от всякого от линия и ветхости он создал двух и он создал двух в единого человека свободного от греховной дряхлости и неправды и тот и другой характеризуется уже не совсем собственными качествами но бог характеризует свойства единого человека созданного по образу христа но еще лучше поймешь эти слова если мысленно представить господа креугольным камнем оси их двоих построенными на нем стенами и в отношении друг к другу иудеев и тогда сближается с язычником когда становится верным но особенно к богу что и важнее как показывает ниже эфесянам 2 глава 16 стих и в одном теле примирить обоих с богом посредством креста убив вражду на нем не сказал умерить умерить но примирить то есть снова примирить показывая что и в древности посредством закона человеческое естество было примиряемо с богом но затем так как через преступление закона враждающая боль усилилась то она опять бы возымела нужду примирение с богом которая как окончательно справедливо и называется примирением в едином теле то есть в своем ибо должно нам наказание сам подъял через крест что и выше сказал плотью и опять двоих создает создаст в себе а по мнению некоторых в едином теле значит то что обоих ставших как бы единым телом к которому он есть глава примирил с богом не сказал разрушив на сильнее убив чтобы чтобы она уже не восставала каким каким же образом после этого опять возникает вражда она никогда не восстает но рождает другую потому что опять грешишь в нем же или в кресте или в теле своем ибо вражду он убил и на кресте и в своем теле и в котором в котором подъял крест ефесянам 2 глава 17 стих и придя благовествовал мир вам дальним и близким не другого послал но сам пришел явившись в положении слуги и раба и благовествовал мир к богу без сомнения дальним язычникам и ближним иудеям так как эти более близкими оказались богу и христос весь говорил мир оставляю вам мужайтесь я победил мир я победил мир еще отец мой возлюбил возлюбит вас и все чего будете просить будет вам а это все признаки мира ефесянам 2 глава 17 стих потому что через него и те и другие имеют доступ к отцу и в одном духе своей смертью уничтожил гнев и потом сделаны нас любезными отцу через духа благодатства вас благодатствовав нас одинаковой благодатью потому что не даровал им более как близким она меньше как дальним но в едином духе обоим даровал единую благодать и таким образом привел к отцу или употреблено вместо чрез и тогда смысл был бы такой через него и духа приведены мы к отцу итак вы уже не чужие и не пришельцы у нас город но сограждане святым и свои богу так как сын пребывает во век то те которые не то те которые не улучшат выше вышнего града суть странники и пришельцы но мы не таковы теперь а сограждане святых не просто иудеев а святых их патриархов и пророков и припи и приписаны к тому же самому граду граду находящемуся на небе вечному которому идти усиление усиленно искали чего чего те едва достигли посредством великих трудов то мы получили через благодать став своим домашним богу вот упал вот упование вашего призвания ибо в той именно надежде мы призваны чтобы получить сие и писянам 2 глава 20 стих быв утверждены на основании апостолов и про и пророков имея самого иисуса христа креугольным камнем желая показать тесное единение язычников с пророками и апостолами говорит быв утверждены как бы говоря основанием служат пророки и апостолы а вы дополнить остальную постройку так что все составили один божий храм это и значит быть надстроенными поверх патриархов и пророков что в другом месте он называет при привитием апостолов так привитием апостолов поставил в начало хотя они по времени были последние все держит на себе христос ибо креугольный камень поддерживает и стены и основания и заметь иногда он называет его свыше содержащим виск содержащим все какого в каком случае прицепить на лицает его главой и иногда же снизу носящим на себе все здания подобно креугольному камню иногда называет и самим основанием ефесянам 2 глава 21 по 22 стих на котором все здания слагались стройно возрастает все святые храм господи на котором и вы устроитесь в жилище божие духом на клеугольном говорит камни то есть христия все здания именно все верующие соединенные органические и безраздельно растут и и располняются чтобы стать храмами божьими восполняется и поставлю жилище мое среди среди вас говорит и буду ходить среди вас ибо и вообще ибо и вообще церковь собрание всех верующих есть храм божий в частности каждый человек господь господи же сказано вместо благодатью господа а не нашими трудами а словом слагаясь показывает что и не иначе может сложиться в храм божий как ведет такую жизнь которая соответствует креугольному и все верующие созидаются в нем и вы также ефесяне чтобы быть жилищем божием в духе то есть через содействие духа или же духом сказав противоположность чувственную состроению как говорят жилище божие духовное такое созидание совершать совершается до второго пришествия через верующих богу нашему славу во веки аминь так подожди сколько лет тебе а ты бритвы касался уже лицевых нет береги себя за этим многое стоит за благослови господи до стенок у изменений нет не знаю болеет он или нет может просто по погоде не смогла сказать молились тут у нас крещение прямо в антоне и рак желудка сделали операцию очень удачно ну там и Описали, как. А чувство никак, говорит, даже на другие органы не пошло. Аллилуйя. Да. Уже ночью поступил ответ. Аллилуйя. Так, ну и, наверное, Добунова по той же причине машина не завелась, или как. Варей Сергеевич тоже не смог, наверное, завести машину. Холодно сегодня. Многие не поехали по этой причине. Не знаю, до Гуляева старшая тоже не завели, или, может быть, в ближайший храм поехали. Ну, по Гуеву, понятно, батюшки нет. Валентина Барышникова, конечно, по погоде и по болезни. Она собиралась, да. Хотя Александровна, наверное, тоже по погоде. Так, кого мы не вспомнили? Мороз. Мороз, да, мороз. Да какой же это мороз, 30 градусов, это мороз даже. Я помню, были морозы такие, что и птица на лету падала. Вот морозы были. Ну что, Любовь Петровна, да, Татьяна Кузьминична, ой, Татьяна Муха прислала на молитвенную поддержку, фотографию, там улыбается на Любовь Петровна, уже получше ей стало, слава Богу, аллилуйя. Вот, еще кто у нас болящие? Алфимова. Алфимова, Людмила Степановна, не домогает, поэтому, да и по погоде тоже сложно ей. Так, еще что? Надя Муха, она на работу вошла. Так, Галина Загуляева, еще путешествующая, молитесь они, путешествующая Галина. Галина Загуляева, путешествующая. Кто еще у нас путешествующий? Помните из наших признанных на службу Александра, Максима, Никиту, Евгения, ну и путешествующие наши брат и сестра. Папу Георгий, вспоминаем, его вернули назад, даже размышления дали, сколько там? До 28 декабря. Угу. Пока у нас случилось. Ясно. Почему? Я сказал Константин, Константин и Галина, путешествующие. Он же ни оружие, ни форму не стал одевать. Так. Георгий. Что еще? Давынов они приехали, потому что они не смогли приехать, наверное. Да, да, скорее всего. Ну, от слова. Занятия не будут, конечно. Ну, Малахов, который принял крещение, позвонил вчера и говорит, у нас 43 градуса. А где же? 43. Это где? Да где-то они там, к северу. Тургут? Мужчина один, я говорю, а где, да? Под полярным кругом, говорю, там. Еще большая температура. Так что не пришли некоторые не из-за температуры. Это другая температура внутри, не того. Иначе бы растопили любовью свою и даже делать нечего. Люди шли, считаешь, когда Черняпская, она говорила, уходит за 20 тысяч километров, чтобы пойти и картошки достать там, котомки. И как она уходила, и какие люди, дорогу, встречались, и вот были как. И поэтому, какая была непогода, люди шли на работу. Я в деревне жил. У нас, интересно, случай был, как будто сначала не сообразили. Девочка пошла к матери на работу, а где ферма, и там она к домику шла и промазала мимо. Хватились на следующий день. Нас в школу выводили, искали по полям, не нашли, без снотика нашли. Так что тут-то в городе такого не может быть. И не пришли некоторые, но машина не работает. Но не все же мужчины взрослые. Вот здесь мост железнодорожный. Охраняли в шинелях. Писали об этом, часовой замерз на смерть. Но сегодня это не такая температура. Это какие-то другие причины. Ну, Сокольский, мужчина, кажется, 25 лет. И его нет. Еще кого тут я знаю, они уж постоянно ходили. Постоянно. Вон, откуда приехал, Андрюша, смотри. Да еще кто Евсевий пришел. Если Евсевий пришел, он нас судить всех будет. Евсевий в Мезоперии, Целью Небесную. Он молится, стоит. Ну вот, никакая температура здесь. Нет, это тут еще подсобная причина какая-то. Да, температура нашей веры, температура веры нашей, от нее зависит многое. Я вот как представлю себе, со всем этим амбундированием, вот это все, это такая ситуация. Такой, там ведь на Украине-то тоже, наверное, не плюс же 20 градусов. Тоже снег и холодно. А исполняет то, что приказано исполнять. Ну что, все, решать будем? Достойно есть такова истину, Блажите Тя, Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без исклиния Бога, Слово Родшую, Сущую, Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне остановит делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покавятся в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над России за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченностью Твоей Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова, Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей, и век вала, слава, чести, поклонения Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву вознятие рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное предписованно благодати Твое, и соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови, Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, за нас грешных. Прими наши молитвы, о всех заповедавших нам молиться, о них спаси и помилуй, и о не заповедавших, отверзнем двери покаяния, и нас сохрани, Господи, и помилуй, Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Иисусу Христу. Да помилуй нас Господь. Спасибо, Христос. Говори, Господи. Уходим домой.